На студии сегодня из основных школы Спаса, Людиной оказанной богатой, про казаков-характерники Виктор Черников. Доброе утро, Виктор Михайлович, рада вас приветствовать у нас в студии. У нас сегодня будет очень интересный разговор. Я даже, честно говоря, не знаю, с чего начать, потому что интересует всё. Но первый вопрос, конечно, наверное, откуда вам известно такое большое количество информации про казаков-характерников. Характерники, между делом, это те казаки, которые отличались целительством, правильно? Бедунами их называли, на Запорожской Сечи. Не обязательно на Запорожской. Дело в том, что характерники не обязательно казаками были. Просто характерники это те, кто владел древнеславянской системой знаний Спас. А древнеславянская система знаний Спас наиболее полно сохранилась на Украине, опять же, в родах характерников. Потому что 300 лет казачества, именно той жизни, которой жили наши предки, постоянные войны за походы и прочее, оно способствовало выращиванию, так называемого, то есть сохранению того генотипа, который был у нас до христианства. То есть человек верующий в себе. Или, как говорил мой покойный дедушка, это Спас, это спасение этого клятого жития. То есть, ну да, действительно, защита, это очень хорошая. Спас делится как бы на три основные. Такие категории, он называется Спас Великий. И в него уходит боевой Спас, защитный Спас и целительский Спас. Боевой Спас это казачество, это специально были роды лицаря, которые воевали. Им так нравилось. Туда же ходили чумаки. Защитный Спас это обережные его еще называли. Это и обереги, это как прожить эту жизнь спокойно, без внешних вмешательств. Ну и целительский Спас, ясно, это целюльники. Были три мощных рода целюльников, которые содержали всю казацкую медицину. И этой медициной действительно она была. И 300 лет ей были такие случаи, что человек, говорилось так ли, если человек казака порубили на части, ну если голову не отрубили, сердце не пробили, его в течение четырех суток, если сложить, и если рядом был характерник, или же отвозили его, допустим, в Гарский монастырь, в Полтавской области, там монастырь характерников был, то и его сочетать. За это время его вылечивали, он шел, воевал дальше. Современная медицина этого не умеет. Но, к сожалению... Современная медицина этого не умеет. Нет, шивай, не шивай, за четыре дня никто не сделает. Это очень сложная операция, а они как-то делают. Стоило всего 25 золотых монет, то есть столько же стоил боевой код, обученный, снаряжение. Не дешевая была медицина в характере. Но я вам скажу, что жизнь-то тоже дороже. Человек жил, он не только жил, он воевал, он возвращался. А казаки, они были не бедные, они походу ходили, деньги не всегда были. Обучение спасу раньше стоило 500 золотых монет. Но обучали 20 лет. 20 лет. Да, и брали на обучение только того, кто... Если мастер, то есть родовой мастер, это родовая система, у него в роду не было того, кому нужно было, можно было передать, он брал тогда человека со стороны. Ну, а само название спас. Ну, что обучение спасу? Это целительство, да? Мы говорим о медицине. Нет, нет, Наташка. Берите шире. Дело в том, что я сказал, спас... А я через запятую перечисляю. Спас – это древняя славянская система знаний. Мир в человеке и человек в мире. Все, что наш народ на протяжении 50, 50, 60 тысяч лет, белая раса, вот это знания сохранились именно в этом. До нас оно дошло, как спас, как оно раньше называлось, мы не знаем. Живо, может быть, и любки там. Но до нас оно шло, в образе спасу, это оно знание. Конечно, уже очень мало, но... Но каким образом до нас все-таки умудрилось это количество, эти знания дошли? Я из роду характерник. То есть мой род – это характерники. Да. Я не говорю, что я характерник. Почему? Потому что те знания, то, чем владел мой дед, а мне эти знания передал мой дед. То есть все по наследству передается, да? Да, у нас передавалось в роду. У нас в родовых характерников в Николаеве больше нигде нет, по-моему, во всем бывшем СНГ это два характерника живут. Я и Анатолий Максим Искурский. Сегодня уникальная встреча в студии. Больше нет. Есть еще один характерник родовой, это в Крывомрагу, Чемоченко, но там как-то что-то непонятно прячется. Вообще-то, скорее всего, их много, но они боятся. Роды вы уничтожали, потому что эти знания пытались добыть под пытками, под все, и роды просто прятали. А это, во-первых. Во-вторых, эти знания – это власть, это деньги, это управление другими людьми. Но вы же с нами поделитесь сегодня. Как управлять другими людьми? Нет, нет, нет. Ну, хотя бы какой-то интересной информации. На правах любопытно ведущие, я имею право воздать вам любой вопрос, который считаю нужным. Я, понимаете, ничего не спрячу, потому что эти знания надо нести и отдать. Раздавать. Как говорил мой дед, придет время, когда надо будет отдать эти знания, потому что не будет знаний, не будет науки, не будет народа. Земля залишится, людей не будет наших, придут чужие. То есть это то, чем живет наш народ. Но вы говорите про управление людьми. Это все-таки имеется в виду сила гипноза? Или что-то из ряда психологии? Ну, ребята, давайте я не буду говорить так, как я обычно говорю на такой вопрос. Ну, это не видно. Просто не надо путать те вещи, которые мы плохо знаем. Здесь гипноз не существует. В спасе нет понятия гипноза, управления психологией, психикой другого человека. В спасе есть совершенно другая. Управление энергетикой другого человека. Есть такое слово, как морок. Что это? Ну, к примеру, вот такой случай. Идет обоз, то есть будем говорить валка казацкая, не валка, чумацкая. Валка – это 10 вазов. Одних таких вазов в обозе может быть 10. То есть 100 вазов. За каждым 10 вазами наблюдают два мальчика 15-16 лет. Ну, и таких мальчиков. Еще больше взрослых нету, но сидит там один характерный. И вот он всю ситуацию держит под контролем. Он видит, что за три верствы его ожидает засада. Через верству он знает, что, кто живет, чего живет. Он снимает информацию. Но все это видно, все это ощущение снимается. И за две верствы до того, как подойти к тому месту, где его ожидает засада, он поворачивает в одну сторону, а мысли, образ, или морок, пускает в другую сторону. И вот они видят, что он движется, потом уходит. Они все это четко видят, хотя там ничего. Они скачут туда, напасть на обозь, прискакивая, а там ничего нет. А он же где-то спрятался в балке. Или лесочком прокрылся. Вот это управление. То есть создать, видимо, человеку так, что он видит то, чего нет. Ну, наверное, в студии мы сегодня не будем практиковать, да? Не, на самом деле, это не так все просто. Давайте поговорим, вот хочется узнать про какие-то секреты казаков. Наверняка вы знаете. Ну, вот первый из них мы только что услышали. Может быть, что-то есть такое тайное, чего не пишет в простой детской литературе. Никогда не узнаешь это из интернета. Ну, что, ну, во-первых, самый главный, важный принцип спаса, спас вне религиозен и вне национален. То есть казаки, они хоть и были за христианскую веру, и гибли за нее, за православие, но тем не менее, они не были вот этими фанатически верующими. Потому что любая религия это то, что мы называем кошарой. любая религия, человек полностью религиозный, он теряет все свои способности и становится отцу. Ну, если... Но это ничего не имеет общего со словом верующий, правильно? Нет, есть религия, ребят, ну, давайте же определять вера и религия. А основная тайна в чем? Казачьи, сколько у казачьих и сколько характерностей. Смотрите, мы привыкли, что из восточных традиций, западных традиций у человека семь тел. Здесь все говорят о семи телах, семи сферах бытия и прочее. На самом деле, это обрезанное наполовину. Больше. Ну да, в спасе 13 тел. Вот эту тайну я вам и расскажу. Это будет более, чем та казачская тайна. Хотя там действительно была тайна и ее прятали. Прежде чем начать человеку... Вот если обучение начиналось с таких слов. Людина, это Божество было. Вкрытое. Вот я покажу вам так картиночку. Вкрытое тремя шарами прозорой коры. Божество было это, физическое тело, а вот тут вот, ну, мне сейчас плохо видно, вообще-то, яких звуть Сак, Даш, то есть, прошу прощения, Срибна Людына, первые линии, Срибна Людына, Даш и Малка. С цим Людына народжуется. То есть, это аура человека, с которым рождается сам человек. когда люди не выполняется, когда человек меняется, то есть, происходит гормональное изменение, девочка собирается стать женщиной, а мальчик мужчиной, Божество выпускает гелки, на которые седают Божьи птахи числом до шестых. Их звуть Сак, Вол, Кален, Хор, Тар, Швак. Есть еще два месячных Смаргл, о лунных я только начал говорить об этом году, пришло время, Смаргл, или Троян, и Маара. На цим цим стоит Родоваяна. И вот, если это посчитать, если это посчитать, то мы имеем 13 тел. Давайте просто посчитаем. Божество было это физическое тело. Раз. Срибна Людына, Даш, Малка, 4. Это аура человек. С этим человек рождается. Дальше. Сак, Вол, Кален, Хор, Тар, Швак. 10. Это вот здесь то, что я показывал, это как раз есть 10. Это солярный комплекс человек. Ну, нормальный человек. И то, которые есть еще лунные спутники, мы их называем спутники, Бовершники, Смаргл, Троян, или Этсамара. И над всем этим стоит Родоваяна. Это уже полный комплекс, который включает в себе солярный цикл человека и Луны. Ну, выше это 13 тел, это уже полный характер. Три тела, которые первые назвали, мы привыкли называть только аурой. Их считают, что это одна единая оболочка. Ну, нет, на Востоке они же их и считают, ауру человека не вписывают, и все 7 тел, которые. То есть, все 13 энергетических оболочек человека? Или я не знайте, что кошар это загон для овец. И вот здесь я расскажу смысловое значение Спаса. Есть кошара, в ней живут овцы, пастух. Ну, кошара, видите, здесь и церковь, пастушка, здесь и домик, то есть, это религия и администрация. Есть пастушок, в данном случае наш пастушок известен. До этого он был Джоляр у нас на трубочке играл, для этого еще другие, сейчас Виктор Хайлорович в других государствах свой пастух есть, имею ввиду белая раса. Есть поле, на котором пасутся овцы, а за полем стоит черный лес. В черном лесе живут дикие медведи, волки, лисицы, еноты, которые хотят съесть овец. А между темным лесом и кошара бегают громадные псы, которые называются харты. Это мы спасисты, люди, живущие спаси, владеющие спасом. Когда-то их было 13 родов, сейчас осталось два нас, из тех, которые мне известны за последние 20 лет. Видите, калиточка здесь, вот она, да? ее нету, там просто дырочка. То есть, просто уходь, заходи, выходи. То есть, основная задача спаса защищать от этого и показывать отцам, что они. если хорт пойдет жить в кошару, то есть, станет религиозным, спас нерелигиозным, нерелигиозным, он станет отцом, потеряет все свои способности. Если он пойдет сюда, темный лес, то он станет таким диким зверем, которого мир еще не видел. Но на счастье или на небеду человек, ушедший сюда, темный лес, погибает, хорт гибнет. К сожалению, есть у меня. Были такие у меня ученики, которые вышли сюда и самые больше 3 месяца живут. А вы можете простым языком для зрителей объяснить в нашем мире, кого мы называем дикими животными? Если так брать, смотрите, вот это наша цивилизация. Это наша, да. То есть, наша, да? Культура, это наша культура. А вот это та цивилизация, которую нам несут Запад, то есть, другие государства, глобализация и прочее. Вот мы защищаем от этого просто свой народ. И свою культуру. Естественно, естественно, свою культуру, так как Спас не религиозен, не национален, потому что белая раса не имеет национальности, мы просто белая раса и нас разделили, разделяя властью, нас разделили на белорусов, украинцев, русских и прочих, прочих. На самом деле это одна раса. Поэтому Спас, понимая, это национальности. Но и также он территориарит. Каждый живущий где-то защищает свою территорию. От лапцов душ тех, которые попроходили, принесли на восточные школы и прочее. и прочее. Разве можем считать, что внедрение восточной или западной культуры разрушает наше это всего лишь дополнение? Нет, солнечко мое. Мы же познаем мир с помощью этого. Ой, не треба нас дурить, мы еще не пьяные. Вообще-то, как говорится, даже иностранный язык надо изучать после 23 лет. Когда ты в основе уже поймешь и на генном уровне свой-свой язык, тогда тебе не страшны влияние других языков. А у нас что, с трех лет? Дальше, смотри. То, что русскому радость, немцу смерть. Вот у нас 13 тел. Да, на Западе 13 число это страшно, это смерть для них. Они боятся его. Неправильно я страктовал некоторые наши понимания. Они не могут взять понимание 13 тел. У них не хватает. Мы творцы, а они дубликаторы. Ого, как вы, о них. А почему? Так это жизнь, так оно есть. Действительно, мы сотворены от слова творчества, а они сделаны, созданы. В древнейшем в 15-м периоде, 15-й век Ветхого Завета написано, и сотворили боги человека, мужчину и женщину одновременно. Потом появилось другое. И Господь создал человека. Сначала мужчину, потом женщину. Разницу чувствуете? Это мы, а это они. Допустим. Не допустим, так. Ну хорошо, допустим. Хорошо. Давайте поговорим еще раз. Пожалуйста. Продолжим про казаков характерников говорить. я знаю, что у казаков была, они обладали знаниями народной медицины. Да. И даже курили какие-то смеси трав для того, чтобы исцелиться. Да, вы можете вам сказать, что это такое? Ну, это не сколько для исцеления, сколько для профилактики. Смотрите, ну, добавляли табачок, потому что чистая трава очень крепкая. Допустим, для дезинфекции, чтобы не было желудочно-кишечных заболеваний, курили полы. Чтобы нормальное было зрение, особенно ночное, курили травой чанку. Когда он сидел целыми днями в плавне, там тоже свой набор трав был. То есть травы были, ароматерапия, они их курили для того, чтобы чисто выполнять рационально свою заработку. Находясь все-таки воду, пили разную, какие-то чистые в основном были, не теперешние даже украде, через фильтры все-равно хуже было, чем тогда. Но все-равно вот они использовали траву. Для лучшеньких это качество организма. Но это были не наркотические травы, это были обыкновенные. Поэтому если есть которые говорят, так купили, курили коноплю, то наблю ели. Использовали для одежды, масло конопляное очень вкусное, семя конопляное. Ну как-то не приходило в у нас даже система обучения спасений. Все обучения происходят с открытыми глазами. То есть человек в реальном этом мире и нигде ничего мы не используем. Ни музыку, ни танцы, ни бубны, ничего. Все обучение происходит вот так, и я не обучаю, я передаю эти знания человеку. Много последователей у вас? Ну я обучил больше тысячи человека. Там все ли не последователи, я не знаю. И каждый ... Дело в том, что я обучаю, я говорю, то есть я даю право человеку передавать эти знания внутрирода. То есть каждый обученный имеет право передавать знания внутрирода и является родоначальником новых родов характерных. То есть я думаю оно пойдет не за 100 горится. Миктор Михайлович, каждый из этой тысяч человек является вот этим Хартом, да? Хортом, про который вы говорили. И он стоит на защите нашей цивилизации. Нашей культуры. культуры. Слушайте, очень интересно на самом деле. Хотелось бы, конечно, еще спросить, каким образом вы ее защищаете, не даете внедряться западной и восточной культуре к нам? Мы меняем сознание людей. Уходит преклонение перед Востоком. Если брать так уж, что мы все преклоняемся перед индусами, то есть вы преклоняетесь, но вы знаете, что индусы, когда арии пришли туда, в Индию, в поисках людей, они нашли обезьян. Как пел Высоцкий, ты была уже не обезьяна, но вы еще не человек. То есть даже в боговат-гите в их литературе пишется, что был царь обезьян, был народ обезьян, это были индусы. Мы из них сделали людей, но они не смогли понять вот эту доктрину о 13 телах и вытянули всего лишь 7. как обезьянки народ, то есть обезьяны они такие игрунки, ну заигрались богов, заигрались богов и создали на каждой дуста по 300 тысяч богов. А мы все едем туда пахом, великие мудры, да не, 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 третья часть этого, что знаю. Виктор Михайлович, просто преклоняемся перед вами, перед нашими знаниями. Спасибо вам большое. К сожалению, к моему сожалению, время истекает. Программа наша заканчивается, а еще столько вопросов мы с вами не обсудили, не обговорили, было бы огромное удовольствие, если бы пришли к нам в студию еще раз. Ну, пару слов. Николай, значит, город Спаса, центральное место силы Спаса это обсерватория, Николай есть также школа Спаса, ну, все контакты, наверное, через телевидение. Вы еще семинары проходят сейчас? Сейчас в Николаве проходят два семинара одновременно, мы еще будем здесь, то есть я проезжаю сюда по мере комплектации групп, так, школы у меня восемь, четыре на Украине, четыре в России, так что, если собираются здесь группы, я проезжаю, пожалуйста. Вот сейчас, какого числа вы еще будете? Я буду здесь пятого, я уезжаю, если у вас будет в момент, я могу еще прийти. Если есть желающие, можете посвечить школу. Виктор Михайлович, спасибо вам мы еще с вами увидимся. Благодарю. Есть еще что обсудить. Спасибо большое.